Спасибо большое. Добрые коллеги, рада вас приветствовать. И сегодня темой для нашего обсуждения я представляю дидактические игры для формирования детского лексикона. Прежде чем перейти к изложению материала и к каким-то комментариям презентации, хотелось бы уточнить, как меня слышно, видно, и по вашим ладошкам или кострам я бы сориентировалась. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. И я представлюсь, презентация, моя визитная карточка перед вами. Уфимский университет науки и технологии образованы буквально в конце прошлого года слиянием классического Башкирского государственного университета и авиационного, технического. Ну, теперь вот продолжаем работать там же. Я хотела бы еще раз подчеркнуть ту роль, которую играет речевое общение не только в жизни взрослых, но и, конечно же, в жизни детей. Почему? Поскольку развитие речи и словаря детей, овладение вот тем богатым материалом, который дает нам родной язык, и на базе его уже иностранные, языки межнациональные, это один из важных элементов формирования личности. И согласно федеральным государственным стандартам, требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного и школьного образования, коммуникацию рассматривают не только и не столько, как развитие речи, сколько развитие общения. Поэтому актуальность темы, которой мы касаемся сегодня, заключается в том, что при наличии, казалось бы, достаточно обширного словаря у ребенка, большую часть затруднений у ребенка вызывает перенос из пассивной части словаря элементов лексических в активный словарь, а именно в процесс речи-деятельности. Это в очередной раз подчеркивает важность проблемы и усовершенствование условий развития речи и словаря старших дошкольников и младших школьников с помощью дидактических игр. Та задача, которая стоит перед нами, перед взрослыми, перед педагогами, воспитателями, родителями, конечно, задача обогащения словаря ребенка. Пассивный словарь, напомню, это те единицы, которые входят в наш словарь, и мы понимаем их, но редко используем в активной речи. Активная же словарь, в отличие от пассивного, это как раз убирать те единицы, которые мы часто используем в своей повседневной речевой деятельности. На первое место в словарной работе, конечно, выдвигается положение о том, что слово – это важнейшая единица языка. Она служит не только для наименования предметов, процессов, свойств, но и для выражения мысли, скажем так, вербализации мысли, да, и является одной из важных вообще в целом в системе работы по развитию речи. Более того, владение словарным составом родного языка рассматривается и как условие освоения его грамматического строя, развитие монологической речи, воспитание звуковой стороны речи и так далее. Этот ряд можно, конечно, продолжить. И главным свойством языка как единицы, слово как единицы является его значение и смысл. Наша задача – обладать, конечно, значениями слов и доводить это до ребенка. Работа над связанной речью, очередной слайд, обратите, пожалуйста, внимание, мы рассматриваем как особое направление в общей языковой подготовке обучающихся. В анонсе перед данной встречей я обозначила такой аспект, что вот посмотреть на, казалось бы, классические вещи, которые нам известны и закладываются нам в системе высшего образования, посмотреть с иной стороны и как использовать те технологии, которые мы сейчас овладеваем, вот применительно к тем классическим постулатам, которыми мы овладеваем в процессе обучения. Так вот, в основу обучения языку, конечно, кладутся истории идеи синтаксической теории речи, которая предполагает определенную этапность в построении речевого высказания. Вот, скажем, в работах Алексея Алексеевича Леонтьева, Александра Романовича Лурия мы находим вот такую адекватную современным представлением о языке, структуру, она представлена вам на слайде, модели порождения речи. Вот что она поэтапно включает в себя? Это, конечно, этап мотивации. Напомню, что мотив, намерение или интенция в разных термологических обозначениях лежит в основе вообще любой деятельности, какую бы мы ни взяли, игровая, учебная, профессиональная. То есть она пронизывает все возможные виды деятельности и без мотива, интенция, конечно, без главного первого звена, остальные звенья не существуют. Второй этап – этап замысла или создание так называемой внутренней смысловой программы. Но здесь я подробно останавливаться не буду, потому что тогда придется оставиться на нейролингвистических программах, порождении речи, структуру мозга и так далее. То есть вот есть создание внутренней смысловой программы, которая на этапе формирования речи у нас в речевых звенах мозга происходит. Следующий третий этап – это этап реализации плана или мы называем его как лексика, грамматическое разворачивание или развертывание высказываний. И, наконец, третий, четвертый этап – это этап внешнего фона, оформления речи фонационного и звукового. Так вот, краткое содержание методики обучения речевой коммуникации, основные разделы, которые в основном приводятся в полное соответствие с этими этапами, представленными вам на слайде, следует начать с рассмотрения ее исходного звена. Вот в психологии общения все более отчетливой становится в последнее время мысль о том, что намерение, мотивация или инициация речевого поведения обусловливается совокупностью целого ряда факторов, которые и имеют функции, вполне свои функции в этом целостном процессе мотивации. Следующий момент, на чем мне хотелось бы ваше внимание заострить, прежде чем мы перейдем уже к практической части, то, что мотивационный процесс – это очень долгий, поэтапный процесс, исходной стадии которого является формирование потребностей. она возникает как раз как цель. Следующим шагом в организации мотива является начало активной поисковой деятельности ребенка, который связан с созданием мотивационной установки. Эта установка как раз и способна изменять направленность речевого поведения говорящего, то есть оказывать решающее влияние на его обусловленность, от факторов. Для того, чтобы быть мотивированным к определенному виду поведения, в том числе речевому, мы с вами рассматриваем, ребенку необходима уверенность в существовании той связи между его поведением и последствиями, за которые его похвалят, за которые его не отругают. То есть именно поощрительное со стороны слушателей или окружение его деятельности, действия должны быть для него способствующими для речевых дальнейших действий. Если последствия речевого поведения оказываются для него негативными, то он перестает испытывать вот эту интенцию, намерение к выполнению именно речевых действий. Мотивационный поиск постепенно, естественно, исчезает и заметно ослабевает само намерение говорить. Ребенок замыкается. Ну и, наконец, завершающая фаза формирования вот этого мотива, первого этапа речемыслительного процесса, связана с выбором цели и принятием решения, следствием которого является речевое действие. Достойное место в практике специального обучения речи коммуникационной деятельности должны занимать различные игровые приемы. Мы об этом с вами знаем. Те проблемные ситуации, которые мы создаем в учебной среде, предполагают решение несложных мыслительных задач, анализ каких-то лингвистических парадоксов, которые мы с вами называем как языковые головоломки. То есть все то, что может дать ту почву, тот мотив включать обучающихся в активную речевую деятельность. Те задачи, которые мы ставим перед собой, воспитатели, педагоги, исходя из особенностей словаря детей данной группы или данного возраста, здесь задачи перечислены, подробно на них не буду останавливаться, но вот на последней позиции устранения нелитературных слов мне бы хотелось все-таки прокомментировать это положение и перевод их в пассивные слова. Дело в том, что в последнее время то, что активизируется в СМИ и поддерживается, и видимо нами как-то осознается уже реально, культура речи нашей оставляет желать лучшего. И, к сожалению, зачатки, вот нарушения и норм, культура поведения, культура речи в целом, к сожалению, истоками восходит к семейному общению, и детская речь это и есть отражение того, о чем говорят в семье. Безусловно, те просторечия, жаргоны, диалетные, ну и простите, инвективные, то есть бранные элементы очень часто мы встречаем, слышим в речи детей, потому что они отражают в своем лексиконе вот те основные частотные единицы, которые встречаются и в семейно-бытовом общении. Или от братьев, сестер, подростков, которые активно эти элементы включают совершенно по иным причинам, но, тем не менее, вот они находят отражение в лексиконе активным. Наша задача перевести их в пассивный словарь. Как, каким образом? Ну, безусловно, за счет замещений их более, за счет интересных игр дидактических, о чем мы сегодня как раз и будем говорить, и погружением именно вот в тот активный словарь тех единиц, которые в этих играх, ситуациях проблемных ими будут усваиваться. Когда мы говорим о предыдущих задачах словарной работы и связях с учебно-методическими задачами, в самом общем виде, эти задачи, безусловно, связаны и со звуковой культурой речи, на которую направлены будут упражнения и игры, составляющие вот дидактический материал, и формирование грамматического строя, не в отдельности, а, безусловно, в совокупности. Это мы здесь, для того, чтобы представить вот саму кухню, да, начинку того, с чем мы работаем, мы, естественно, здесь уже расчленяем их по позициям, обогащение словарного запаса и развитие связной речи. Ну, еще раз напомню, что речь – это процесс, а процесс – это всегда поэтапное явление, деятельность на каждом возрастном этапе, поэтому сегодня я позволю вам изложить те основные материалы, которые актуальны для определенного возраста детей. Среди тех методов, которые изобилуют сегодня в научно-методической, в учебно-методической литературе, я остановилась на двух, которые, на мой взгляд, интересны и более востребованы в вашей каждодневной практике. Те методы обогащения словаря, которые вот можно еще и по группам объединить. Ну, вот методы непосредственного обогащения словаря. Мы сюда включаем и обзорные экскурсии, беседы по репродуктам картин, игры с игрушками или предметные, с картинками, показ видео, кинофильмов, различного рода театров приглашаются или по видеотрансляции идет. Ну и, конечно, опосредованные методы. Они остаются классическими. Это рассказы и стихи, чтения, познавательные и посодержательные беседы, устное народное творчество и словесные дидактические игры. На чем мы сегодня с вами свое внимание и актуализируем. Вот те приемы, которые являются способом достижения, да, вот этих методов, мы относим с вами, как всегда, речевые образцы для дошкольников и младших школьников. Это первое, что для них актуализирует их речевую деятельность. Повторное проговаривание слов, особенно новых, объяснение, толкование их значений. К смыслу мы пока что не переходим. Смысл это понятие, связанное с абстрактным мышлением. Это чуть позже, в среднем, как правило, в школьном звене. Те приемы привлечения внимания детей к слову, когда слова включаются в предложения, высказывания, какие-то выражения. Потому что мы показываем свойства слов в их сочетании с подобными элементами языковыми. Что такое дидактическая игра? Почему интерес к ней до сих пор не исчезает? Это та классическая форма, то классическое средство обучения и развития, которое мы используем при усвоении любого программного материала. В изложении сегодняшнего материала я достаточно широко трактую дидактические игры, и поэтому профилактирую с вашей стороны те вопросы, которые могут появиться по тем средствам различным, которые можно включить в дидактические игры. Я еще раз повторяю, очень широкое понимание дидактики, как специально подобранных игр и включение в них лексических упражнений, которые нам как раз дают возможность благоприятно воздействовать на все компоненты речи, формируемые в дошкольном и младшешкольном возрасте. Почему игра? Почему мы выбираем в этом возрасте? Мы не раз об этом с вами говорили, и именно в игре ребенок получает возможность обогащать и закреплять словарь, ориентируясь на собеседников, ориентируясь на педагога, формировать те грамматические категории, которые он их пока как категории, естественно, не осознает, но именно они помогают развивать связную речь и расширять знания об окружающем мире. И еще несколько плюсов в пользу игрового метода в том, что этот метод способствует созданию той непринужденной обстановки, которая психологический комфорт создает при усвоении нового материала. Ну и, наконец, к практической части. Позвольте перейти. Разбивку я даю еще раз повторяю по возрастам. Скорее всего, среди слушателей сегодня есть педагоги, воспитатели, которые работают с определенным контингентом детей. И мне хотелось бы, конечно, чтобы каждый что-то сегодня усвоил для себя. Понятно, что трех-четырехлетки здесь ведущая линия в развитии речи. Это воспитание звука, звуковой культуры речи. Почему важность звуковой культуры речи подчеркивается многими специалистами и разных профилей? Потому что формирование фонематического слуха в этом возрасте способствует тому, чтобы правильно, грамотно писать в последующем те письменные формы работы на школьной скамье. Под связанной речью мы, прежде всего, с вами понимаем развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно, точно. Ну и, конечно, желательно, грамматически правильно. Для трех-четырехлеток это все-таки этап усвоения пока. И образно. Для детей трех-четырехлеток доступна простая форма диалогической речи, это ответы на вопросы. А вот тот самый почемучечный возраст, о котором писал Корней Иван Чуковский, он начинает сейчас как раз с этого возраста, они с пяти лет, сдвигаются рамки возрастные, мы станем свидетелями этого. И они начинают овладевать умением связанно излагать свои мысли, рассказывать о предмете, о себе по своим вопросам взрослого могут изложить сведения, ну и, конечно, по сюжетным картинкам. Фономатический слух повторяет способность ребенка к распознаванию речевых звуков, представленных фонемами, как звуками-смыслоразличителями данного языка. Вот именно в этом возрасте фономатический слух совершенствуется. Ребенок обладевает навыками развлечения сходных фонем, на слух, в собственном произношении. Наблюдается редко, но все-таки они есть автокоррекция, то есть ребенок поправляет себя, слыша со стороны правильную речь. Ну вот этим обусловлен подбор того материала, который вот я сейчас вам на слайдах представляю. Ну вот картинки, понятно, да? Животные, какие звуки они издают, и вот пойдем играть, изображая то, что на картинках представлено. Звукоподражание. Самое, наверное, такое актуализированное упражнение, которое классически использовалось. Но еще раз повторяю, с учетом того, что возрастные рамки по утверждению психологов сейчас варьируются, если еще раз говорю с пяти лет раньше, почему, честно, возраст такой пик достигался, сейчас это уже вот 3,5-4 года. Как поет водичка песенку, да, или как, например, накачать насосом колесо, прошипеть, как змея, или пожужжать, как жук. То есть в игровой форме мы можем и в театризованном представлении вот такой спонтанной игры на ходу или на воздухе придумывать и, соответственно, по картинкам или по образным изображениям уже давать такие задания. Сводную таблицу, с которой вы можете поработать и, соответственно, название игр под себя, свои названия придумывать, вот игры упражнений, которые для 3-4 леток направлены и рекомендуются. Это звукоподражание, нахождение предмета и ориентация на его признаки действия, соответствующие, да, чей голос, кто как говорит, про кого я говорю. Когда выделяются, обозначаются признаки, это уже логические основы, целый ряд игр. Мы соотносим предметы с характеристиками или с противоположностями, это уже антонимические основы и, соответственно, игры. Закрепление представления об обобщающих словах, это уже первые шаги к некому образному абстрактному представлению, да, и так далее. То есть вот такую обобщающую таблицу вы можете использовать в своей работе, изменяя под себя, под свои группы, под ваших ребятишек и их потребности, вот те игры, которые вы можете подобрать. Ну, для пятого года жизни игры и упражнения, конечно, несколько отличаются. Дело в том, что если для трех-четырехлетних детишек примерный объем словаря до двух с половиной тысяч, пассивный и активный психологи указывают, то для пятилеток уже, как ни странно, более тысячи уже прибавляется. Что свойственно пятилеткам? Конечно, термины звук и слово уже терминологически осваиваем, да, учимся пользоваться предаточными предложениями, особенно причинными, поскольку вопросы окружающей жизни и о себе постоянно мы слышим, появляются предаточные условия, дополнительные, определительные и прочее. В этом возрасте дети уже постепенно переходят на самостоятельное составление рассказов по игрушкам и картинкам. Грамматика является вот таким основным, скажем так, китом, на что мы должны ориентироваться при работе над развитием речи с пятилетками. Развитие детских представлений и формирование общих понятий является, конечно, основой совершенствования мыслительной, не только речи мыслительной деятельности. Это умение обобщать, делать выводы, высказывать суждения, делать умозаключения. Это все должно быть свойственно пятилеткам. В диалогической речи дети пяти лет уже должны достаточно точно, кратко и развернуто давать ответы в соответствии с вопросом и в определенной мере проявлять умение грамотно формулировать вопросы, подавать уместные реплики, а не просто, чтобы обратить на себя внимание, исправлять и дополнять по необходимости очень корректно ответ товарищей. Появляется умение довольно последовательно и четко составлять сюжетные и описательные рассказы. В речи детей младшего дошкольного возраста, кроме существительных и глаголов, которые в первую очередь из частеречных характеристик усваиваются, уже встречаются и местоимения, наречия, частотами являются числительные, прилагательные, именно тот набор, который указывает на отвлеченные признаки и качество предметов. Холодный, морячий, хороший, плохой, твердый, мягкий и прочее. Ребенок начинает шире вплетать в грамматическую ткань того, о чем он говорит, предлоги. А что такое предлоги? Это, конечно, уже грамматическая составляющая текстов. На вопросы взрослых дети пяти лет уже отвечают развернутыми фразами, состоящими из пяти и более слов. В речи преобладают распространенные предложения, появляются сложно сочиненные и сложно подчиненные. Поддержная система уже интуитивно осваивается. Сначала, как правило, родительный поддерж, далее уже дательный, творительный и предложный. В глаголы времен появляются многословные фразы с предаточными предложениями и соединительными союзами-местоимениями. А в речи детей этого возраста чаще появляются прилагательные, потому как они начинают чаще указывать на признаки предметов и те выражения используют, которые отражают временные и пространственные отношения. Следующие слайды посвящены подборке тех упражнений, я могу только на комментариях остановиться, отдельных из них, которые могут использоваться вами с определенными вариациями. Я взяла простейшее, то, что всегда, конечно, в группе есть. Если у вас имеются какие-то технические приспособления, то, мне кажется, это даже улучшит процесс усвоения определенных слов, если соотносить их с изображениями. Но здесь вот из оборудования мяч. С мячом мы всегда любим играть. И в частности, подборка, скажем, что у нас, какого цвета. Давайте мы расскажем об этом. И когда мы бросаем детям мячи, можно как раз поиграть на то количество прилагательных, которые обозначают цвет. А теперь цветовых характеристик очень много. Или существительное, которое подходит к данному прилагательному. И таким образом с простейших словосочетаний начать уже выстраивать более сложную конструкцию. Ну вот, в частности, лови, добросай и цвета называй. Я постаралась здесь в цветовых маркерах представить и то, что в изображении можно, простых изображений, которые, безусловно, у вас где-то в дидактических материалах есть. Еще ряд упражнений. Подбери словечко, скажем, с использованием не только прямых значений, но и переносных. Понятно, что дети пока этого не осознают, но использование в разных речевых контекстах, одних и тех же прилагательных, это, конечно, интересно. И с их стороны может к вам задать, дети могут задать вопрос. Почему свежий воздух, свежий огурец, свежий хлеб и свежий ветер? Воздух и ветер нематериальные субстанции, огурец и хлеб мы можем потрогать, и можно ожидать, конечно, вопросов. Поэтому здесь нужно грамотно еще и предопределить их, ответы на них. Самые частотные, входящие в ядро их активного лексикона, прилагательные, можно выбрать с десяток и с каждой игрой пополнять, расширять вот тот словарный запас, связанный с существительным плюсом прилагательным. Далее, я считаю, что уже в этом возрасте можно расширять семантические группы слов, в частности, посвященные семье. Помимо того, что братья, сестра, мама, папа, бабушка, дедушка, мы уже должны расширять это семантическое поле за счет того, кем тебе приходятся, например, родители твоих двоюродных братьев и сестер. Назови двоюродных братьев и сестер, если у тебя такие есть и так далее. И кто вообще представляет собой двоюродного брата или сестру? На мой взгляд, для пяти лет это уже вполне достойные и несложные, скажем так, задания. Месяцы и их последовательность. Знаете, обучая студентов, я иногда встречаюсь с очень непонятными для меня явлениями, хотя объяснить их, в общем-то, просто, но как вот логически объяснить студентам, потому что когда им говоришь в четвертом часу, они не понимают. Им нужно говорить 15-30, 15-45. Вот такая уже зависимость вот того, что визуально к часам именно конкретно, да, там, без 15-4, то, что это 15-45, мне могут понять студенты, обучающиеся в вузах. Для меня это, конечно, таким открытием явилось. И, поверьте мне, у некоторых есть даже путаница в месяцах, как ни странно. Итак, месяцы и их последовательность. Безусловно, мы, наверное, должны начать с категории зима-лето, осень-весна и прочее, и прикреплять их, вот, соотносить с обозначениями месяцев. Тот же мяч может помочь нам в том, чтобы мы могли, месяц к месяцу встает, каждый всех их назовет. И, естественно, бросая мяч, а пол или детишкам январь-февраль, декабрь-январь-февраль, как зимние месяцы, и вот уже буквально на том, чтобы подхватывали дети мяч и хлопая, пол, продолжая за педагогом, передавали вот эту цепочку другим детишкам и называли месяцы прикреплений в соответствии соотношениях их с временами года. То же самое, вот, подобное в предыдущей игре, можно даже совмещать, что зачем, да, вот осень-дима, лето-весна, и можно эти слайды даже поменять местами, я при подготовке поменяла вот таким образом, от частного к общему, или можно от общего к частному, что вам удобнее в вашей работе покажется, да, что следует за зимой, что следует за весной, и далее уже определение месяцев. Из подобных упражнений, мне кажется, еще достойным можно обозначить, лови, бросай, дни, неделя называй, это тоже как частное уже к более общему родовому понятию месяца, да, относится, и уже можно детей зрительно и вербально словесно обучать, что собой представляет календарь. Для пяти лет для освоения первоначально может показаться сложным, но если логику календаря они усвоят, а потом и дни недели, я думаю, здесь уже проблем в дальнейшем в 6-7 лет и в младшем школе, извините, уже сопротивление дней недели, безусловно, не будет. Для пятилеток я также обобщила, кто работает с пятилетками, в виде таблицы, игры, упражнения, основные, да, рекомендуемые в научно-методической и лингводидактической литературе, но я их подразделила на 4 больших группы, конечно, их гораздо больше, и, соответственно, те игры, которые можно придумать или самим сориентироваться, опять-таки, по ситуации, и в зависимости от выбора дидактической игры, которую мы чуть позже рассмотрим, выбрать уже то, что подходит тематически. 6-7 лет игры для детей старшего дошкольного возраста, ну, некоторые семилетки даже уже к младшим школьникам, да, относятся. Основной задачей работы с детьми такого возраста на 6-м году мы должны учитывать, что ребенок практически овладевает грамматическим строем, достаточно свободно пользуется, но, безусловно, не без ошибок, которые я и к ошибкам-то не отношу, это своего рода постижение языка вот в той логической последовательности, которая была вот задана ранее. И дети этого возраста легко образуют существительные, другие части речи с помощью сообразовательных элементов, в частности, суффиксов, да, там ключ из железа, железный и так далее. Предлоги союза уже используются в самых разнообразных значениях детьми и в количественном и качественном отношении речевая сторона речи детей 7-го года достигает высокого уровня. Для ребенка в норме свойственно чаще употреблять отвлеченные понятия, ну, например, длинноногий жираф, пользоваться эпитетами, понимать, что такое образы, ну, например, метафоры, там, море смеялось, солнце доброе и так далее. У детей складывается представление о многозначности слов, ну, понятно, категорию они эту не озвучивают, но вполне могут сказать чистая рубашка, чистый воздух. Благодаря тем упражнениям, тип, которого я вот только что прокомментировала, ребенок понимает и использует слова с переносным значением и в процессе высказывания вполне адекватно подбирает синонимы, которые наиболее точно могут передать качество, свойство предмета или действия, которые совершаются ими. В норме детям свойственно изменять и согласовывать слова в предложении. Можно образовывать трудные грамматические формы существительных, прилагательные глаголы. Вот те части речи, базовые, которые осваиваются к школе. И в процессе речевого общения дети должны потреблять не только простые, но и сложные синтетические конструкции. Если мы рассмотрим простые предложения, то здесь соединительные, противительные, разделительные союзы. Но иногда и дети могут, редко, конечно, я встречала, но причастные идеи, причастные оборудки редко младшим школьниками используются. И детьми дошкольного старшего возраста. Но в этом возрасте дети уже правильно согласовывают между собой слова, и падежные окончания должны ими осознаваться как правильно грамматические формы. К следующим слайдам я как раз сделала подборку некоторых упражнений с опорой на изображение, где можно обращаться не только к семантическим классам, но и классы слов, которые связаны еще и с абстрактными, частными понятиями. Например, рассматриваем натуральные фрукты, и чем больше мы, опять-таки, с одной стороны, наименования фруктов, пополняем лексикон, вот это семантическое поле, но и уточняем, как все эти наименования, яблоко, груши, персики и так далее, можно одним словом назвать. Расскажите, что представляет собой цитрусовое, что в них ходит, ну и как можно помочь запомнить информацию. Либо стишки сочиняем, либо через музыкальные упражнения и прочее. Вот эта информация может закрепляться через игры музыкальные, театрализованные и стихотворные элементы. Расспросить ребенка, знает ли он, что вот эти фрукты растут в саду, на дереве, или может быть, они произрастают, вот арбуз, например, что это ягоды, многие в среднем школьном звене узнают из биологии и удивляются, что это ягода такая большая. Она произрастает, как клубника, сравнивая с другими ягодами. Ну и можно расширить фоновые знания, за счет того, что можно приготовить из фруктов. Подобные упражнения, если те же изображения использовать, можно вспомнить цвет, форму, то, что свойственно для детей старшего дошкольного возраста, и числительное. Посчитай, сколько. Один, два, три. Заодно мы закрепляем поддержную систему в выборе правильных окончаний. И сообразовательные элементы, конечно, можно подключить, когда мы проводим эти упражнения. Если уменьшительно ласкательное, существительное, то мы предлагаем им такие-то суффиксы. Слива – это сливка, абрикос – абрикосчик и так далее. К числу следующих упражнений, опять-таки связанных с числительными, можно добавить и противопоставление один много. Это как раз на употребление существительных в родительном падеже и множественного числа. Можно уже здесь закреплять окончание грамотно и, соответственно, образовать единственное или множественное число. В контексте. Лучше давать в контексте. Например, в таких играх и упражнениях, лексических, как «заверши предложение». Мама купила фрукты, вымыла, положила в тарелку, мы их с удовольствием ели, ели яблоки, а на тарелке не осталось ни одного. Вот вам родительный падеж единственного числа. Можно также конструкцию менять на игру и вариации со множественным числом. Следующее упражнение можно также связать с лексическим полем фрукты и назвать уже варенье, из которых, из тех фруктов или ягод, изготавливаемые варенье. И название их там, варенье из ягод, будет называться таким-то. Какие будут фрукты, если мы их засушим? Если сварим, то это будут вареные, если заморозили, соответственно, замороженные и так далее. Слаборозавательные гнезда большую роль играют при расширении лексико-семантических полей. Это словарная работа. Можно отработать упражнение на примере всех фруктов. Ну, я вот взяла фрукты, можно взять семантическое поле животное, там, птица и так далее. Далее смотрим с вами по однокоренным словам упражнение. Это опять-таки связано со словобразованием, да? Если яблоки у нас растут на яблоне, то груши на чем? Сливы на чем? Для, скажем так, отшлифовки навыков связанной устной речи можно составить предложение, предложив ребятам такой вразброс слова, и вот из этих слов можно конструкцию синтаксическую уже соединить. Есть даже такие игры, может быть, в копилке группы есть, элементы связанные, или сами можно сделать, продаются с изображениями определенными. Ну, скажем, я тут опять взяла фрукты и прочее, одну тему сегодня. И можно в виде таких счетов уже части предложений, компоненты предложений в соответствии с грамматическими нормами располагать в ячейках определенных. Есть сложноподчиненные, сложносочиненные предложения. Понятно, что сами категории грамматические, пока детьми, естественно, мы им не объясняем это, но конструкцию можно уже в качестве образцов дать. Самое простейшее, это мама помыла груши, чтобы мы их поели. Мама купила в магазине сливы, чтобы сварить из них варенье и так далее. Для того, чтобы запоминались элементы, расширяющие словарный запас, психологи рекомендуют, и вы об этом отлично знаете, использовать игры-упражнения, связанные с мелкой моторикой. Когда идет одновременный процесс развития мелкой моторики и закрепление их словами, то усвоение проходит более эффективно. Ну, скажем, если мы варим компот, можно ладонь держать ковшиком, указательным пальцем показывать уже, как мы мешаем компот. Ну, соответственно, там загибать пальцы, начиная с большого, когда мы там отдельно груши, отдельно яблоки и другие виды фруктов или ягод указываем для определенной игры, связанной с моторикой пальцев, при увеличении мелкой моторики. И вот подобные упражнения можно основываться как на изображениях, с помощью изображений, или если есть у вас какие-то игрушки, связанные с изображением, то, что подойдет как раз для развития речи и включения мелкой моторики. Понятно, что логическое мышление, мы уже на примере предыдущих упражнений рассматривали элементы от общего к частному, числительные, простого к сложному и прочее. Логическое мышление также основывается на том, чтобы мы научили детей, уже приучали их в этом возрасте отказывать загадки. В шкурке желтый кислый он называется, ну и, соответственно, по дрифму тут лимон, но и можно не по дрифму угадать, что такое апельсин или виноград. Обратите внимание, что образные средства уже используются в загадках. Во-первых, сама загадка это некое представление, образ, который нужно угадать, сравнивая с чем-то. Но и в самом озвучивании загадки находится, ну скажем, был зеленым, а поспел он, стал янтарным, синим, белым, он с бусами немножко схож. То есть через сравнительные конструкции идет уже представление того, что нужно угадать. Вот такие элементарные компоненты логического мышления при одновременном озвучивании и представлении визуальном, конечно, будут очень эффективно действовать при работе словарной. Ну и, конечно, слуховая память. Слуховая память в этом возрасте, она шикарная. В этом возрасте дети могут повторить, даже не осознавая, да, некие конструкции сложные за педагогами. Ну вот выучить стихотворение, к праздникам выучиваются, да, детьми с удовольствием, родители подключаются. Ну вот опять-таки, чтобы слуховую память развивать, мы предлагаем им подобное стихотворение. И здесь, конечно, когда мы говорим о развитии логического мышления и прочее, ну, бывают такие анекдотичные очень случаи с четырехлетками, с пятилетками, когда мы встречаемся вот тоже на вебинарах очных, и коллеги делятся некоторыми случаями. Не могу не поделиться с вами, чтобы немножко разрядить ситуацию и перейти уже к следующему блоку. Ну, скажем, воспитатели, педагоги читают книги, и ребенок по-своему, еще не освоив абстрактное значение, слово, которое вдруг прозвучало, спрашивает потом у него воспитателя, а у мамы там, а волны все бились, а борт корабля. Вроде бы корабль есть, и волны есть. А вот что такое борт, ребенок еще не имеет представления. Естественно, у мамы он спрашивает, что такое аборт. Мама в шоке, потом переспрашивает уже у воспитателя, что такое звучало, что у детей вот такое вызвало восприятие. Тут, конечно, у нас это вызывает улыбку, но вот слово умиротворение. Мой старший сын, когда был в трехлетнем возрасте, услышал по телевидению, когда Владимир Владимирович Путин наступал и вот это слово употребил. Мы потом перестали есть варенье в целом, потому что кто-то умер от варенья, решил за себя ребенок, потому что сказал, вот Владимир Владимирович Путин, президент страны. Вот такая, ну, я считаю, это ложная, да, ложная расшифровка значений. Конечно, их нужно пояснять, и слова абстрактные в данном возрасте, они, конечно, тяжело воспринимаются, но тем не менее, простым языком, видимо, до детей нужно доводить то, что они слышат от взрослых или по СМИ могут усвоить. Что касается детей дошкольного возраста, это уже 7-8 лет, это первые, порой даже вторые классы, да, то здесь, безусловно, работа уже усложняется, и, скажем, иллюстрация отдельных упражнений, которые были нацелены на поэтапное преодоление шести-семилетними обучающимися, то и мотивационной, как мы говорили, логико-грамматической, смысловой структуры порождения высказывает, то у семи-восьми летних, а здесь уже тоже иллюстрация, которая отображает сложность этих процессов, да. Посмотрите, если, ну, я здесь еще взяла 6-8 лет, потому что иногда вот у нас в школах и шестилетних детей в одном классе, оказывается, шестилетних, кто пораньше детей отдал, и кто-то позже отдает, да. И вот в одном классе 6-8-летние дети бывают. В свое время меня родители, будучи шестилетним, девочкой отдали в школу, ну, вот, видимо, родители ориентируются на, во-первых, развитие ребенка, во-вторых, на рекомендации вас, воспитателей, педагогов, дошкольных образовательных учреждений, ну, когда действительно можно по развитию детей рекомендовать уже в школу. Ну, я взяла здесь тему перелетные птицы. Для того, чтобы показать вам на конкретном примере, как можно расширить словарный запас детей, опять-таки, за счет того, что мы расширяем лексико-семантическое поле, а лексико-семантическое поле – это вот те группы слов, которые составляют как активный, так и пассивный запас детей. И для нас важно, чтобы в определенных контекстных ситуациях урока дети могли применять эти пассивные единицы при описании иллюстрации, при ответе на вопросы по рассказам услышанным или по театрализованным постановкам и прочие виды игр или дидактических занятий. Ну, во-первых, более абстрагированные понятия водоплавающих, название птиц, все, что с птицами связано, начиная с физиологических характеристик, туловище, туловище, лапки, глаз, голова, ну, описание, плюс гнезда, яйца, место локации птиц, да, скворечник или это может быть гнездо свитое. Признаки птиц. Бывают водоплавающие, лесные, перелетные, дикие птицы, домашние, по качествам дружные, задорные, прожорливые, ну и по действиям. Это то, что как раз название отображает существительные, прилагательные и глаголы, связанные как раз с темой птицы. Если мы эту же тему продолжим для развития грамматического строя речи, то обратите внимание, можно проделать упражнения с уменьшительными наскательными суффиксами, с опорой на изображение, да, птенец, птенчик, гусь, гусек и так далее. Образовывать существительные в единственном и во множественном числе можно предложить детям назвать детенышей, описать их и образовать притяжательные, прилагательные, чья, например, стая, да, если это клин лебедей, то лебедины, если караван, то журавлины и подобные сообразовательные упражнения. Работа над лексическим строем по этому же материалу можно предложить материал для запоминания, расскажи о птице. Эту работу можно провести как и домашнюю с подключением родителей, да, и описать либо диких, либо домашних животных и с опорой на изображение, предложить им нарисовать скворца, лебедя, грача или гуся домашнего и дать его характеристику. С подбором соответствующих понятий здесь уже работа на логическое мышление, да, плюс подключение идет слообразование и обогащение, опять-таки, лексем, лексического состава. Ну, ласточка, понятно, не кукует, а щебечет. И журавль урлычет, в отличие от жаунга, который, извини, да, то есть вот эту разницу желательно показать в контексте, ну, из тех рассказов, которыми изобилуют наши учебники или из факультативных занятий. Классификация понятий четвертый лишний, очень хорошее на логические упражнения и поиск соответствующего понятия угадай и назови. Очень любят дети вот это упражнение. В обобщающей таблице предлагаю вам для 7- и 8-летних детей рассмотреть, опять-таки, в четырех группах рекомендованные в литературе научно-методической группы упражнений, и вот предложила я название игр, вариации которых, конечно, вы можете предложить собственные. Я в начале нашей встречи предупредила вас о том, что дидактические игры можно рассматривать достаточно в широком толковании и как родовое понятие, на базе которых можно использовать разные техники для того, чтобы достигнуть поставленной задачи по обогащению словарного запаса детей, дошкольников и младших школьников. Ну вот, в частности, мнемотехники. Этому приему, как приему, обеспечивающему сохранение воспроизведения информации, были посвящены разные занятия разных педагогов у вас. Вот в рамках Директ-Академии мне бы хотелось обратить внимание на то, что вот те мнемотаблицы, которые можно составлять с детьми, они используются как для обогащения словарного запаса, так и для подготовки детей уже к школе. Это логическое мышление, это запоминание, это заучивание, то есть мы работаем, работая над одной проблемой, задачей, решаем комплекс задач, связанных в целом с подготовкой плечевой, или сейчас говорят коммуникативной личности ребенка. Два алгоритма, простейшие, по которым можно рассказ составить для детишек школы, или наоборот садика, или школы, схемы дежурных, и подобные рассказы, сюжеты задавать еще с помощью разных мнемотехник. Для составления мнемотаблиц можно, конечно, привлекать родителей. Ну и забелуют сейчас дидактические материалы в интернете, можно подготовить целую подборку и в зависимости от тематики использовать на своих занятиях. Театрализованная деятельность, безусловно, никто не отрицает, средством развития речи детей. Опять-таки, профилактируя с вашей стороны вопрос о том, все-таки театр или мнемотехники, это отдельные приемы методические. Еще раз напомню, что компоненты театрализованной деятельности можно использовать и в дидактических играх. В некоторых упражнениях, комментариях которых я дала чуть ранее, как раз театрализованные вещи, связанные, скажем, с пальчиковыми играми и так далее, можно использовать. Что может театрализованная игра, помимо работы над развитием речи, еще дать? Это, конечно, работа над мимикой, жестами, позой. Можно поставить уже интонацию, модулировать голос. Это те сопутствующие вещи, которые потом помогают ребенку не стесняться выступать, не стесняться выражать свои мысли и выступать перед классом, группой, аудиторией большой. И театрализованная деятельность по праву считается не просто игрой, а именно средством интенсивного развития речи детей, потому что здесь не только обогащается словарь, но и то, что представлено у вас на слайде. Мышление, воображение, память, внимание, то, что мы работаем над психологической основой правильной речи. Если мы подключаем к этому еще и музыку, музыкальные уроки у нас есть, безусловно, и в дошкольном учреждении, и в школьном, как с музыкой связать еще и развитие речи. Так вот, музыкальное занятие позволяет показать взаимосвязь речи, музыки и движения, то есть четко произносить какое-то стихотворение, ритмический текст, вот скажем, над темой фрукты, под музыку. Можно самим сочинить легкие стихотворения, пусть они будут нарушать какую-то ритмику, но это будет свое, сочиненное, и дети будут этим гордиться и придумывать музыку. Воображение, чувство слова. Слово, оно тоже ритмично, оно обладает тем призом, что свойственно музыке. И вот это показ вот этого общего, пересекающихся моментов того, что можно словами говорить, можно словами сочинять. Слова лежат в основе воображения, а тем более в дошкольном возрасте они сопровождают всю свою деятельность, комментируя, что они делают, детки. Вот здесь можно работать, конечно, в разных аспектах. То, что каждый из вас считает нужным, выбрать какой-то аспект, действия, наименования, признаки или объединять это уже к старшему, на школьном возрасте и младших школьных возрастах. И показать, как модуляция звука зависит от произношения осмысленно, холодно, искренне, тружественно, благожелательно. То есть музыкальные признаки, они вполне приложимы на признаки того, как мы произносим определенные слова. Когда мы говорим о развитии лексикона, я уже ключевыми словами сегодня не раз выделяла о том, что можно сопровождать этот процесс компонентами разных видов музыкального, театрализованного, в том числе художественного творчества, которое является уникальным средством и для развития мелкой моторики. Элементы, которые мы показали, можно использовать с трех-четырехлеткими и с детьми более старшего возраста, в частности оригами. Это тоже та техника, которую можно сопровождать с помощью упражнений, с помощью концентрации внимания на действии и действия комментировать, сам процесс комментирования действия того, что ребенок делает. Во-первых, у нас и конструктивное мышление развивается, во-вторых, у нас пополняется словарный запас, мы можем характеризовать бумагу, цвет, то, как мы сильно или слабо нажали, что у нас получается, и стимулировать, конечно, развитие речи. Следующие элементы, которые вполне могут использоваться в дидактических играх, это востребованные сейчас и часто используемые лего-технологии. Она тоже рассчитана на развитие мелкой моторики, но является незаменимым компонентом в упражнениях по речевому развитию. Лего можно использовать и подготовки упражнений на согласование числительных, например, сколько в домике окошек, или сколько ягодок на кустике, когда с этим лего, с этим конструктором с детьми что-то мы воспроизводим или конструируем. И педагог может продемонстрировать действие и подключая иные компоненты дидактических упражнений уже на своем примере показать детям как можно придумать тоже сказку с какими-то элементами сделанными из конструктора. И с мелкой моторикой конечно связаны и пальчиковые игры, как тот способ развития речи, который Сухамлинский характеризовал тем, что ум ребенка находится на кончиках пальцев. Видимо, это действительно так. Почему? Потому что точность, конкретность того, что ребенок говорит и качество и количество связанное. Руки подготавливают почву для того, чтобы в дальнейшем речь развивалась. И понятно, что по этой теме вы можете каждый из вас много чего рассказать. Мне бы хотелось показать некоторые упражнения связаны с темой фрукты, которые я сегодня часто касалась. Мы превращаем фрукты в элементы театрального действия, можно подключить музыку. И мини-спектакли со стихотворными элементами и привлечением тех основных ключевых моментов, связанных с номинацией действиями, признаками и развитием логического мышления, свойственного для сопровождения тех игр, о которых я сейчас говорю. Понятно, что такое представление безусловно требует подготовки, но согласитесь, такая подготовка будет окупаться эффективностью работы над словарной работой. Еще один момент связанный с подвижными играми в комнате или на воздухе, но можно расширить объем понимания речи детей за счет того, как мы вместе можем проговаривать потешки, маленькие краткие стихотворения, пословицы ритмические и сопровождая их определенными играми. Здесь подборки есть в интернете, и я в списке литературы вам тоже предусмотрела те позиции авторов, которые касаются как раз конкретных игр и как их можно организовать, скажем, для развития речи. Еще на что хотелось бы обратить ваше внимание, без этого не состоится конечно никакое занятие, никакой урок по речевому развитию, это вот та развивающая предметно-развивающая среда, которая в каждом садике, конечно, находится. О предметно-развивающей среде можно много и долго говорить, я только намечу основные типы, и они у вас в изображениях представлены, это и содержатель насыщенный, это трансформируемая, в зависимости от того, чем воспитатель намерен заниматься, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. Вот те принципы, которые выделяются сейчас в педагогической литературе, принципы, которым должна быть среда соответственна, и подбирая те или иные игрушки, или дидактический материал, или организовывая вот то пространство, которым вы хотите, предположим, организовать театрализованное представление, все это, безусловно, должно работать на детей и на вас, для того, чтобы вы решали свои педагогические задачи. О принципах, которые достигаются в предметно-развивающей среде, написано очень много. Я обозначу только несколько принципов. Это принцип позиции при взаимодействии, то есть, когда взрослый педагог с ребенком глаза в глаза, что называется, работает, и устанавливается оптимальный контакт с детьми. Это уголок единения, то, что было представлено на этом изображении. Принцип активности, это могут быть спортивные снаряды, это может быть домик, или строительные магазины, что-то, то, что дает возможность проявлять у детей с помощью взрослых создание некого предметного окружения, в котором ребенок играет определенную роль продавца, покупателя, мамы, папы, то есть, роль, которая дает ему возможность соответственно и речевую форму принимать. Принцип стабильности, который ориентирует на создание условий изменения или создания той среды в соответствии с вкусами и настроениями детей. И принцип гибкого зонирования, зоны по-видимому должны, если это предусмотрено техникой безопасности и другими параметрами, зоны действительно должны быть динамичны и меняться в той комнате, где с детьми пребывает педагог. Ну и наконец-то зона речевого развития может быть в этой предметно-развивающей среде, которая включает в себя необходимый материал, пособие. Например, героем речевой среды может быть добрый гном, который учит правильно говорить, или кукла, которая показывает артикуляционные движения, или гимнастику артикуляционную, или может быть какой-то иностранец или инопланетянин, которого дети обучают сами красиво говорить на русском языке. И вот в зависимости от того, что вы можете приобрести или что у вас есть, наполнение речевого уголка должно отражать конечно все направления, часть которых я только представила сегодня и частично охарактеризовала, потому что каждое из направлений может стать отдельной темой для проведения таких встреч, вебинаров или повышения квалификации, как сегодня мы с вами проводим. Ну и оборудование речевой зоны, оно вам известно и может быть какие-то моменты новые прозвучат, это наглядный иллюстративный материал, то, что может использоваться тема, которую я предложила с опорой на эти иллюстрации, картотека игр, например, для развития грамматического строя, есть сюжетные картинки в любом детском саду, передающиеся, как правило, с поколения в поколение, пособия на развитие дыхания, я знаю у логопедов и психологов есть специальная подборка литературы, есть тренажеры для артикуляционной гимнастики, приобретаются детскими садами звучащие игрушки, ну точнее то, что нужно детям, можно и родителям в этом заинтересовать, говорящие книжки, логопедические альбомы, чистоговорки, поговорки, сборники, которые уже нужно сейчас, которым нужно сейчас обучать детей в проговаривании, фишки и магниты для звукового анализа и синтеза, можно слова делить на слоги и на магнитной доске показывать, но чтобы на слоги делить, естественно, это уже в старших дошкольных группах, соответственно, нужно знать эти слоги и уже владеть комплексом букв, то есть алфавитом или младшие классы. Наполнение книжного уголка, конечно, зависит от педагога, от воспитателя, в соответствии с той программой, которой вы придерживаетесь, и интересами детей. еще раз хотелось бы в подведении, резюмируя то, о чем мы с вами сегодня говорили, разделить основные виды дидактических игр, часть которых, еще раз повторяю, в самом широком толковании было вашему вниманию представлено, и убедиться в том, что дидактические игры, виды которых мы характеризовали, являются действительно тем средством стимулирования языковых игр детей, их языковой активности в разных сферах, звуковой, лексической, грамматической и даже в зачатках профологической. Мы рассмотрели с вами основные типы дидактических игр, в их комбинации, например, театрализованные деятельности, подвижные игры, предполагающие словесное сопровождение. Еще раз хочу повторить, что классическая форма дидактических игр, которая была, есть и будет, одновременно в ней действуют два начала, познавательно и занимательно, которые мы стараемся в виде игры организовать. Поэтому наша задача педагогов и воспитателей заключается в том, чтобы, во-первых, пробудить мотивацию детей, интерес к игре, с этим обычно сложности не возникает, и подобрать такие варианты игр, чтобы дети смогли активно пополнять свой словарь и отдельные элементы переводить в пассив или из пассива наоборот выуживать те единицы, которые могут пригодиться ему в активной речевой жизни каждодневно. И применение таких игр с элементами лексических упражнений, то, что у нас сегодня было продемонстрироваться, я полагаю, повышает и эффективность педагогического процесса в целом. И поскольку речь мы с вами отдельно рассматриваем только в лингводидактических целей, но она является частью многогранного процесса, связанного и с развитием мышления, и с развитием памяти, ну и, конечно, в целом оказывает влияние на умственное развитие детей. Благодарю вас за внимание, если есть вопросы, я отвечу на них. Вот здесь список полезных источников и литературы, обратите внимание, 19-го, 20-го здесь годов подборка есть, и то, о чем я, может быть, сказала поверхностно, можно в отдельных пособиях углубить ту информацию. Ну и, завершая наш разговор, хотелось бы сказать, что игры и дидактические упражнения связаны с обогащением словарного запаса наших детей, они могут быть самыми разнообразными по форме, бесконечными, но их содержательное наполнение зависит только от нашей фантазии и, конечно, желания работать с детьми. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Во вкладочке я пока не вижу вопросов. Так. В общем, чате, если пробегаюсь буквально колопом по Европе, что-то вот не вижу. Вижу приветствие, вижу... Да, ну вот вам напоминают о том, как можно скачать эту презентацию, возможно, она кому-то пригодится, я буду очень рада. Так. И... Так, пока не вижу вопросов. Может быть, кто-то продублирует, если в общем чате, а в закладке вот не было. Так. Да. Вот вопрос применительно к тем детям, которые совсем не разговаривают. Вы, наверное, обратили внимание, что сегодня на вебинаре я говорила в норме, да, упражнения рассчитаны на развитие словаря детей в норме. ну вот с детьми с ОВЗ, конечно, та методика, которая вот сегодня оглашалась, нужно вот ее корректировать с учетом вот детей с ОВЗ. Но я думаю, это отдельная все-таки тема для разговора, согласитесь, да, и вот эту методику нужно применять к детям в норме. Так, еще. Да, вот для малышей что-нибудь, ну вот здесь подборочка для трех-четырех летних детей была, ну для двух леток наверное можно упрощать отдельные упражнения и уже их корректировать, да. что-то, вот, так, ну, есть просто опоздавшие, те, кто подключались позже. Так, ну что ж, наша работа тогда так вот. Когда и как ставить звук R? Вы знаете, я сама сталкивалась с этой проблемой и все-таки я думаю, это нужно делать с того возраста, когда определяется звук R, он может быть действительно как некая патология речевого аппарата, да, вот, например, у меня супруга французская R, идущая от дедушки, то есть его отца, не передалась старшему ребенку, но у младшего отсутствует. Вот, где эта грань увидеть, я думаю, в 3-4 года еще пока рановато, но вот к 5-летнему возрасту, я думаю, логопед может уже действительно сказать, над R можно работать с комплексом упражнений логопедических, то есть это просто постановка, ну, скажем, работа, да, над речевым аппаратом, или все-таки R, где нужно какое-то иногда даже вмешательство там бывает на отрез, да, такое. Ну, вот мы не вмешивались, ребенок, ну, такое вот французское R, которое, конечно, не так сильно искажает речь, но хочу вам напомнить, скажем, в советское время военные вузы, федерогические вузы принимали абитуриентов только с чистым произношением звука R, да, сейчас к этому толерантно достаточно относятся, я полагаю, и читала в логопедической литературе, что вот 5, крайний срок 6 лет, вот R, постановку R нужно над этим работать, 3-4 еще рановато, нужно, да, да, по синдетиному периоду в 5-6 лет, здесь вот, благодарю Елену Антипову, которая вот как раз тоже дописала, так, еще, пожалуйста, так, ну вот, во вкладочке вопросов больше нет, а в чате, в чате тоже больше нет, благодарю за внимание, уважаемые коллеги, всего хорошего, до свидания, до следующих встреч, Продолжение следует...